Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Я напомню, что у нас сегодня в гостях немецкий журналист Вадим Зайдман, издатель и главный редактор газеты «Рубеж», выходящий на русском языке в Германии. Вадим живёт и работает в городе Нюрнберг, Бавария. Очень благодарен Вадиму за то, что он принял это приглашение и вышел в наш эфир. Вадим, давайте продолжим. Давайте. А оборвалась моя речь перед этим? Ну, давайте. У нас иногда бывают небольшие технические сбои. Это совершенно естественно. Это не происки путинских спецслужб. Почему бы и нет. В том мире, в котором мы живём, всё возможно. Но, тем не менее, вы с нами, это самое главное. Вадим, тема беженцев. Одна из важнейших тем, я понимаю, в немецкой политической жизни, в немецкой общественной жизни. И беженцы, безусловно, это одна из черт любой войны. И Германия принимала беженцев в 2015 году и взяла на свои плечи основную тяжесть этой нагрузки, которая легла на Евросоюз. Это беженцы были из Сирии. Но теперь пришли и новые беженцы, беженцы из Украины. Причём, судя по составу, это совершенно различные беженцы. Я помню множество различных видеокадров, которые показывали этих беженцев из Сирии. Это были снова молодые мужчины, которые, судя по всему, не хотели служить ни в той, ни в другой армии и бежали от войны. Когда мы говорим о беженцах из Украины, то это женщины и дети, ну и, может быть, немножко мужчин старше 60 лет, которых выпускала Украина. Давайте поговорим об этом, обо всём том, что связано с этими беженцами. Как Германия их принимает, какое отношение к беженцам, понимая прекрасно, что это огромная нагрузка как на всю страну в целом, так и на немецкие семьи, которые принимают беженцев из Украины и протянули не просто руку дружбы, а на кое ощущение, что Германия раскрыла свои объятия для этих, в общем-то, несчастных людей. Давайте поговорим об этом, Вадим. Да, вы совершенно правы. Правильно, Алексей, обрисовали ситуацию по сравнению с 2015 годом. Значит, тогда было в обществе в основном неприятие тех беженцев. Я не даю сейчас оценку, хорошо это или плохо, вот, ну просто факт констатировать. Сейчас действительно вот раскрыли свои объятия, причем и официальные все структуры власти и на уровне общества. То есть, очень теплый прием. Я просто могу рассказать это на своем примере. Я тоже вот принял одну семью беженцев, это мои институтские еще друзья из Запорожья. Значит, они приехали три человека, вот моя институтская сокурсница, ее дочь 33 года и внук 6 лет. А муж и зять остались в Запорожье, да, как призывной возраст еще у них. Значит, и я могу рассказать, это что-то потрясающее, конечно, как их принимают. И, ну, везде сразу зарегистрировали. Я везде с ними ходил, вот, их регистрировал, помогал, чтобы переводить. Но, в принципе, даже и не было такой особой необходимости, потому что в каждом ведомстве всегда предусмотрен, стоит русский переводчик, помогает, все объясняет, моментально все регистрирует. Вот, причем, если по нашим привычкам мы знаем, когда там еще у нас в Союзе мы приходили в какие-то ведомства, там с нас требовали приносить уже готовые копии, там все необходимые документы, то здесь они максимально упростили все, они берут у людей документы, сами при тебе снимают все копии, все оформляют, ну, минимальное количество времени. Вот, ну, чтобы долго не рассказывать, короче, людей, ну, у кого нет негде жить, их селят с каких-то, и в отелях бывало селили, и в пунктах приема беженцев, вот, ну, ко мне вот приехали они, поскольку они меня знают, вот, а немцы очень, и наши русскоязычные приходят вот в пункты регистрации, предлагают, то есть совершенно чужим людям предлагают у них поселиться, вот, вот, и их сразу ставят, вот, в течение недели-двух их ставят на довольствие, то есть они становятся, вот, в Германии очень развита социальная система, помощь социальная, есть люди просто профессиональные социальщики, всю жизнь живут на социале, не работают, не потому что не могут, больные, а потому что не хотят, вот, и вот эти люди, беженцы, они сразу начинают получать социальную помощь в полном объеме, как получаются немцы-социальщики, то есть это примерно на взрослого 367 евро, это не считая оплаты за квартиру, то есть если мои живут у меня, то как бы больше, я экономлю государству плату за квартиру, а если, ну, они получают право, уже зарегистрировавшись, они получают право сами искать себе квартиру, и если они, с этим тяжело, с поиском квартиры тяжело, конечно, вот, с квартирой, которая бы по размеру оплаты проходила бы по социальному уровню, вот, но если они находят, им еще оплачивают, помимо этих 367 евро на человека, оплачивают еще квартиру, это отдельно, плюс отдельно медицинская страховка, то есть действительно потрясающе, при всей моей критичности к политикам Германии, вот, за их политику умиротворения агрессора и за их политику Путин-Херштейра, вот, что касается вот этого приема беженцев, бытового вопроса, прекрасно, никаких вопросов нет. Вадим, расскажите, пожалуйста, вот ваша однокурсница и ее семья как они видят свою дальнейшую жизнь, что я имею в виду? Мы с вами иммигранты, и я приехал в Соединенные Штаты, вы в Германию для того, чтобы начинать жизнь сначала и мы это сделали, и для вас Германия, для меня Соединенные Штаты, это наш дом, и я не собираюсь ниоткуда уже отсюда переезжать это все, мой дом навсегда но вот эти новые беженцы, они мыслят себя в Германии как временные, как гости до тех пор, пока не установится мир на украинской земле или они все-таки подумывают о том, чтобы с течением времени пустить свои корни в Германию и присоединиться к той уже большой комьюнити или коммуне или общине русскоязычных людей или украиноязычных людей, которые живут в Германии, они с вами делились? Как они видят свое будущее в Германии? да, да, мы разговаривали об этом, на данный момент, конкретно вот эти мои друзья, на данный момент хотят, когда все закончится, вернуться потому что, ну там устоявшаяся жизнь и Запорожье слабо, фу-фу-фу-фу-фу пока как-то не затронуло сильно вот эти бомбежки вот, а квартиры у них все, вот, то есть на данный момент они хотят вернуться если это затянется, они тут какое-то время длительное будут жить и может быть как-то привыкнут и найдут хорошую работу возможно это изменится ну, на данный момент они, да, у них настроение такое вернулся тем более, да, там еще там есть причины, которые их там удерживают ну, в общем, на данный момент они настроены вернуться ну, это совпадает и с тем, что я могу вынести из опыта уже моей семьи, потому что младшая сестра моей жены она была вынуждена очень быстро собраться она из Харькова, и когда русская ракета ударила относительно недалеко от ее дома вот, она пришла к выводу, что ждать больше нечего собрала все вещи в один рюкзак и села в поезд и в итоге она оказалась в Германии непростая дорога, безусловно очень благодарна своим немецким хозяевам, которых приняли совершенно потрясающая семья но, тем не менее невзирая на то, что она восхищена и Германией и приемом всем-всем-всем она мечтает о скорейшем возвращении домой, судя по всему все-таки вот это желание вернуться домой это главное настроение это главная черта современных беженцев из Украины это, наверное, правильно, это и хорошо так и должно быть да, похоже, что большинство настроены так и дай бог, чтобы это поскорее закончилось а здесь не затянулось сильно долго на очень долго мы с вами едины в этом чтобы эта страшная война которая разрушает семьи, города забирает жизни у совсем молодых людей у детей абсолютное варварство бесчеловечное какое-то хотя как можно говорить о войне войны не могут быть человечны но то, что происходит в нашем 21 веке мы не представляли вы понимаете, что такое вернее, как я в 14 году говорил что если Путина писал у нас в газете что если Путина не остановить сейчас он пойдет дальше вот но все равно, что вот такое вот вторжение будет конечно это было так я в теории понимал а на практике не хотел в это верить но вот, видите, оказалось оказалось, Вадим оказалось оказалось намного более эта война оказалась намного более жестокой намного более разрушительной чем кто-либо мог себе представить и я вообще не мог себе представить чтобы могло произойти то что произошло в Буче которая уже стала нарицательным именем что произошло в других городах и селах северу от Киева для меня это вообще за пределами возможного но оказалось возможным Вадим, вы применили такой очень важный в нашем разговоре термин «Путин ферштер». И вот с вашей точки зрения, если вернуться к совсем недавней истории уже новой Германии, Германии после Второй мировой войны, вернуться к политическому наследию первого канцлера Федеративной Республики Германии Конрада Аденаар, он создавал новую партию, новую систему политическую Германии на разваленных тох, которые оставались. И вот создал, на мой взгляд, одну из самых важных для понимания европейской политической жизни, немецкой политической жизни, христианско-демократический союз. Идею соединить умеренно консервативные движения с христианскими идеями, чтобы заполнить тот вакуум, который образовался после того, что, в общем-то, политическую жизнь Германии под ком придавил гитлеризм. И это такой был умеренный консерватизм, очень продуктивный. Эти идеи позволили, собственно говоря, создать новую Германию. Германия возникла как птица-феникс из пепла. И я был, честно говоря, очень удивлен, что именно в русле вот этой партии, в русле традиционного немецкого консерватизма, появилась такая фигура, как Ангела Меркель, которую, в общем-то, трудно очень связать с политическим наследием Конрада Аденаара. Как она возникла? Как она пришла в немецкую политическую жизнь и вот стала той Ангелой Меркель, которую мы знали, но в качестве фрау-бундесканцлеры? Ну, вы знаете, мне кажется, что это все идет в общем русле вырождения политиков настоящего времени по сравнению с такими политиками, как Рейган, Тэтчер, Аденауэр, если еще дальше брать. Вот уже я политику Меркель называю, знаете, как Меркельтильная. Вот она заслужила собственное название, собственное имя для своей политики. Меркельтильная политика. Тут вот, по-моему, больше уже, ну да, она мотивировала тем, что она, значит, служит своему народу, промышленников слушается своих, а для промышленников главная прибыль. Вот, ну то есть это, это, это важные моменты все, конечно, но нельзя же вот это вот все запускать настолько, так однобоко, только вот промышленников, да, и настолько с другой стороны до такого взращивания этого монстра. Я вам приведу, я уже упоминал немецкого журналиста Бориса Райтшустера. Он прекрасно говорит по-русски, потому что у него, во-первых, жена русская, а во-вторых, он 16 лет, если я не ошибаюсь, был директором корпункта журнала «Фокус» в Москве. То есть он в совершенстве говорит по-русски, в том числе и пишет по-русски, когда ему это надо. Вот он написал о Меркель, что она вместе с Путиным политически социализирована в коммунистических кадровых организациях. Ну то есть тут скорее наследие не Меркель, а наследие ГДР, комсомольской ГДРовской юности, вы понимаете, этот момент надо учитывать. Вот. И именно Борис Райтшустер вот назвал Меркель лучшей женщиной Путина. Почему? Он объясняет. Один из величайших успехов Меркель заключается в том, что она выдает себя за оппонента Путина, а фактически является его ближайшим союзником. Когда у Путина дела идут плохо, он всегда может положиться на Меркель. Именно она помешала Украине и Грузии вступить в НАТО. Это предотвратило поставки оружия на Украину после вторжения Путина. Она проталкивала самый важный проект Путина – трубопровод по Северному морю. Теперь она предостерегла от вмешательства в Беларусь и предотвратила санкции. Но это было сказано после выборов 2020 года в Беларуси. То есть она и Лукашенко спасла еще. Что касается Меркель, ее слова и дела, не только в отношении России, диаметрально противоположны. Меркель – лучшая женщина Путина. В основном потому, что она так ловко это скрывает. Вот это мнение немецкого журналиста. Неполиткаретное мнение. С которым, между прочим, очень трудно не согласиться, оглядываясь в это недалекое прошлое. К этому списку достижений Меркель можно добавить и то, что она отказалась от немецкой ядерной энергетики после аварии на японской станции Фокушима. По образованию. И не может не понимать, что это самая безопасная и дешевая. Да, соседка Германии, Франции, там 75% всей электроэнергии вырабатывается на атомных электростанциях без всяких аварий, без всяких инцидентов. Более того, Франция сейчас хочет построить еще несколько станций, учитывая то, насколько Европа стала зависима от российских энергоносителей. И к этому можно добавить и очень существенные изменения в структуре Бундествера. Она же отказалась от призыва, она же отказалась от каких-то других очень важных вещей, которые необходимы для поддержания немецкой независимости. То есть реально, действительно, Борис Рейшустер прав, что это самая лучшая женщина Путина. И если мы возвращаемся в ее комсомольское прошлое... Ну, знаете, Вадим, я должен признаться, что я категорически противник любых конспирологических теорий. Но когда смотришь на достижения в кавычках Ангелы Меркель, то невольно возвращаешься в ГДРовское прошлое, когда, как стало известно уже после распада ГДР, каждый восьмой житель ГДР был агентом или он был осведомителем Штази. И если представить себе, что столь плотной была сеть агентуры Штази внутри ГДРовского общества, то вполне возможно тогда и те причины, которые, в общем-то, и сделали Ангелу Меркель столь полезным агентом для Владимира Путина. Но это уже чистая конспирология, поэтому я, Вадим, не подталкиваю вас в эту сторону. Повторили, процитировали одну из последних моих статей. Вот я просто зачитаю, вы сами отсидите. Я пишу о том, что, пожалуй, никто другой из западных лидеров не сделал столько для выхолачивания антироссийских санкций, профанации и противодействия агрессору, тем самым взращивая его до немомерных масштабов, чем лучшая женщина Путина фрау Меркель. А фрау Канцлеринс, не имеющим никакого рационального, кроме конспирологического объяснения упорством лоббируя «Северный поток-2», за ручку вплотную подвела друга Владимира в красной черте, за которой война. И я бы на месте немецкой юстиции провел проверку. Вот подтверждает то, что вы сказали про каждый восьмой ГДР. Потому что действительно надо прояснить вопрос, какой такой лирой Путин столь добрые чувства во фрау Меркель вызывал, что она была все эти годы его лучшей женщиной, с таким упорством лоббируя его интересы. По причине ли полезного идиотизма или меркантильной заинтересованности, а может компроматной зависимости или завербованности еще со времен вот этой ГДРовской комсомольской юности. Увы, но что-то тут нечисто. Хотя я не сторонник конспирологии. Вадим, вы должны подтвердить, что мы не договаривались, что это, как сказать, в той... Не сговаривались. Вадим, а наследие Ангелы Меркель, есть вот такое, знаете, ее политическое наследие? Ведь обычно у тех политических лидеров, которые долго остаются во власти, есть нечто вроде некой школы политической, знаете, такой политической философии. Вот есть у нее наследник или с уходом Ангели Меркель все-таки политическая жизнь в Германии изменилась, она стала выздоравливать, возвращаться к каким-то своим очень важным консервативным основам. Что сейчас происходит? Нет, ну вы же видите, что сейчас они в оппозиции, поэтому... И вообще, какое может быть наследие у меркельтильности и меркантильности? Даже если оно есть, оно не может хорошо влиять. Ну не зря они ушли все сейчас в отставке. Не в отставке, а в оппозиции. Извиняюсь, в оппозиции. Но у тех, кто сейчас пришел к власти, у меня пока тоже большого оптимизма не вызывает. Вы же видите, они до последнего стояли, чтобы оружие не... Вот сейчас уже под влиянием событий, под влиянием этих ужасных кадров из Бучи, из Ирпения, вроде начинают просыпаться, говорить, что будут поставлять оружие. До этого категорически про эмбарго на энергоносители они и сейчас и слышать не хотят. В ближайшее время, во всяком случае. У меня, в общем, очень удручающее мнение, впечатление, а вообще обо всем спектре немецких политиков. Во всяком случае, тех, которые на виду, на слуху первого, второго ряда. Нет, а каких-то ярких наследников Меркель я тоже, да, не вижу особенно. Ну, хотя бы это хорошая новость. Может, все-таки появятся яркие наследники Аденаура, все-таки великого немецкого политика, который, в общем-то, и смог создать, или, во всяком случае, создал архитектуру современного здания немецкой политики и немецкой государственности. Вадим незаметно приближается, как всегда, незаметно приближается к завершению времени этой программы. И я вам очень благодарен. Благодарен, знаете, не только, что вы откликнулись и вышли наш в эфир, но и благодарен за вашу, знаете, то, что называется, журналистскую коллегиальность. За то, что вы, в принципе, мгновенно сразу откликнулись на мое предложение. Для меня это очень дорого и важно, и мне очень хочется верить, что мы с вами можем продолжить эти встречи, продолжить в эфире Дэвизон Радио и телеканала РТН. И я действительно благодарен от всего сердца. И, Вадим, мне очень хочется в завершении этой программы пожелать вам успеха, успеха в вашей благородной деятельности, успеха во всех аспектах вашей жизни. И будьте здоровы, будьте здоровы, берегите себя. И я думаю, что у нас будет не одна еще возможность продолжить этот разговор. Большое спасибо, Алексей. Гляйхфальс, как говорят здесь в Германии, то есть и вам того же. Да, с удовольствием, надеюсь, что продолжим еще наш разговор. Но главное, чтобы вот этот ужас, конечно, поскорее уже закончился. Спасибо еще раз. Спасибо, дорогие друзья, за этот час, который мы провели в нашем эфире. Оставайтесь вместе с нами. Будьте здоровы. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин